Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители, студия медиа инфон. Здравствуйте, раз поздравить с заключением рабочей недели, но, к сожалению, с такими погодами, чтобы время не терять, будем надеяться, чтобы все вы здоровы уже дома, возле телевизоров и отдыхаете. Сегодня у нас в гостях Сергей Сарафанюк. Здравствуйте, человек, общественный деятель, и как общественный деятель, человек в Одессе известный, и говорить мы будем вот о чем. Днями была презентована новая, она так называется, социальная платформа Одесского городского совета, адрес у нее citizen.o.ua. Это всем, кому интересно, мы поговорим, она начнет работать с понедельника, а вот сейчас вместе с Сергеем мы попытаемся разобраться, что это, для чего и как надо. Давайте начнем вот с чего. Когда вы узнали об этой платформе, когда, на каком этапе, скажем так? Ну, о платформе я узнал в конце марта этого года, то есть о самой платформе, как о таком электронном продукте, что она готовится, о том, что будет разрабатываться, то есть эта информация была раньше, решение сессии горсовета от 8 февраля, то есть сама процедура, то есть идея, она началась в 2014 году и входила в концепцию развития электронного города, как такового, да, то есть системы электронных коммуникаций, горожан и власти. Платформа предполагает, ну, таких три больших пласта, да, то есть, по сути, это три программы, которые собраны, почему называются платформы, потому что они собраны в единой платформе. Речь идет, первое, о электронных петициях, которые можно будет оставлять в адрес городского головы, вторая программа, это народный бюджет, одесский городской народный бюджет, и третья, скажите, как она правильно называется, петиции, городской бюджет. Общественное обсуждение. Вот, и общественное обсуждение, так и называется, да, поэтому давайте начнем, давайте, вот общественный бюджет, как, наверное, самое важное и самое интересное, ставим на закусочку, и давайте начнем с общественного обсуждения и петиции в адрес городского головы. Расскажите в двух словах что-то такое, нашим телезрителям. Ну, общественное обсуждение, не предусмотренное уставом города, то есть, по всем городостроительным, в первую очередь, проектам, то есть, разделяется на обязательные и инициативные общественные слушания, общественные обсуждения. То есть, обязательные касаются, они прописаны законодательно, там, где, ну, затрагивает интересы большого числа нашей одесской громады, и эти городостроительные, в основном, проекты, они обязательно выносятся на общественные слушания. Давайте напомним, например, такие вещи, как переименование улиц, утверждение уставов города, ну, вот такие вот значимые для города моменты, они предполагают наличие общественного обсуждения. Да, но мы говорим о платформе, а, в принципе, переименование улиц, оно размещено было на сайте города, то есть, само голосование, то есть, как бы форма могла бы быть и другой, то есть, возможность, как бы, трансляции одной узкой темы на сайте это одно, а возможность одновременного обсуждения многих проектов позволяет именно сделать платформу. Именно эта платформа? Понятно. Следующий вопрос. Что с петициями в городском уголове? Ну, петиция, это, опять же, концепция общая, всеукраинская, то есть, мы в этой теме задержались, Одесса. То есть, эта тема уже во многих городах реализована, то есть, мы не являемся первыми, но при этом могли быть учтены ошибки других городов, ну, по самой организации этого процесса, и это, хоть и с опозданием, но важно, что все-таки это было сделано. Петиции можно расценивать как два фактора, то есть, смотря, кто их подает и какие цели преследуют, да, то есть, подать может любой гражданин города Одессы, да, зарегистрированный здесь, совершеннолетний, и, соответственно, он берет на себя ответственность, регистрируясь в полном объеме, что он там пишет и как, да, то есть, собрать подписи в ручном режиме достаточно сложно, я собирал на общественные слушания там подписи, скажем, 800 тысяч человек, достаточно сложно сделать это. Здесь же таким электронным путем можно привлечь большее число людей и увидеть реальную динамику, градус интереса к этой проблеме. Ну, например, если вышло 8 организаций общественных, и говорят, мы против главного архитектора города. И аргументируют. Давайте без персонала. Я говорю к примеру, да. Ну, давайте примеры любой другим, потому что, получается, сейчас бы я должен был пригласить главного архитектора города. Я же не говорю конференции. Я против какого-то кадрового развлечения. Чиновника, да. То есть, есть аргументы и так далее. Значит, ну, можно выйти протестовать, да, то есть, заявить об этом, передать письменную петицию коллективную. Дальше, как бы, порядок очень простой. То есть, захотят рассмотрят, захотят не рассмотрят, но ответят на этот пункт, это заявление или обращение. Фактически, реакция будет нулевая. При том, что она набирает тысячи голосов, предусматривает обязательное рассмотрение городским головой этой петиции и реакцию, и ответ. Публичную реакцию. Публичную реакцию, да. Если тысячи голосов нет, реакция все равно остается. Тысяча голосов какой срок? Я не могу точно сказать. Если я не ошибаюсь, там за три недели должно быть собрано. Ну, срок, я думаю, ограничен. Я не могу сейчас точно сказать. Ну, это логично, потому что, если там на год, это будет невозможным. Нет, нет, срок, конечно, ограничен. Вообще, принято ограничение существует 30, 60, 90 дней. То есть, я не знаю точно, в данном случае, как по петициям, не изучил еще, потому что дело такое новое. Вот теперь давайте подробнее с петициями. Что значит петиция? Ну, вот, допустим, как вы говорите, выступили там против какого-то конкретного чиновника с какими-то аргументами. Любой гражданин может к этой петиции присоединиться. Гражданин Одессы. Гражданин Одессы. То есть, человек, который в Одессе прописан. Для этого он должен передать в программу. То есть, не просто там написать, что Киселев Игорь Вадимович согласен. Я должен сделать скан паспорта и отослать таким порядком туда. Вот тут у меня возникает два вопроса, и, может быть, вы поможете. А получается, что, по сути, моим паспортом можно воспользоваться, если он где-то есть данных. Ну, я не знаю, но я много раз делал там, допустим, банк. Да, то есть, при общении с банком делается там, вот я карточку получал, паспорт сканируется. И если, не дай бог, произошла в другой организации уйтичка, они, по сути, получат все паспорта. Так что получается, что человек, который обладает такой базой данных из другого места, может, по сути, за меня подписать петицию? Ну, я не знаю всей процедуры детальной, но система безопасности должна ограничивать доступ, в первую очередь, посторонних лиц и нести персональную ответственность те чиновники, которые отвечают за соответствие безопасности нормам закона о публичной информации и персональных данных. Вот смотрите, что касаемо этих петиций, я думаю, что все, абсолютно все, то есть, весь спектр общественных организаций будут, в принципе, этим довольны. Ведь, по сути, что делает любая общественная организация, там даже политическая сила, ну, политическая сила, она там еще стремится к власти, да, а общественная организация, она достигает каких-то целей. Занимается ли защитами животных? Обычно более узких, общественных целей? Да. Каких-то целей. Ну, бывает, что там несколько групп объединились. На мой взгляд, все должны были быть, ну, если не счастливы, то очень рады, и это как бы, ну, делать процесс более прозрачным, публичным, если хотите. Но, почитав в социальных сетях, я увидел неоднозначную реакцию. И многие почему-то посчитали, что вот за счет этих петиций можно получить обратный результат в городе. Комментируйте, пожалуйста. А что значит обратный результат? Ну, что вот встречался с мнением, не хочу называть там человека, что за счет этих петиций непопулярные решения городские власти могут проталкивать. То есть, и подобные петиции могут стать, скажем, таким громоотводом, когда власть не будет нести кто-то персональную ответственность, да, там, автор инициативы. Будь то депутат городского совета или какой-то чиновник мэрии, да. А получится, что за счет петиции можно втаскивать непопулярные решения, да, в рассмотрение сессии. На ваш взгляд, такая опасность существует. Но здесь много ступеней должно быть. В первую очередь, это оценка и комментирование тех же петиций. А в дальнейшем петиция сама по себе не является уже документом, принятым к исполнению, да. То есть, дальше существует процедура, кроме мэра, переадресация для исполнения того, что указано в петиции, если она рассмотрена, в исполнительные органы власти или в городской совет. То есть, это не процедура, там, короткая. Не, не процедура, я просто говорю, что это как одна из возможностей, да, избежать персонификации, выдвижения непопулярного решения. Возможно, но мы понимаем, что мы живем в реальных условиях и каждый день сталкиваемся с негативом и позитивом. То есть, это как светофор, да, свет переключается и вопрос, когда ехать, на желтый или на красный, или на зеленый все-таки. То есть, ситуация может использоваться и так, и так. Поэтому от активности громады зависит и реакция на те же петиции. Она может быть публичной в средствах массовой информации. И сама петиция не может являться обязательным исполнением, ну, идти к обязательному исполнению в этом случае, если будет собрана, скажем, антипетиция относительно этой петиции. То есть, может быть и такое. А не превратится ли это в борьбу петиций? Я боюсь другого, что вот, исходя из таких программных площадок, где существуют петиции, зачастую пропадает интерес к этой теме, когда появляется множество петиций. Грамотных, неграмотных, но их много, и человек просто теряется в перечне тем и перестает участвовать в этом процессе. Поэтому мне кажется, что интересно было, чтобы сами петиции как-то разделялись на какие-то направления. То есть, вот если бы это было учтено в этой системе. Потому что именно большое количество петиций, возможность какие-то яркие темы запускать для того, чтобы активизировать голосование через социальные сети, она позволяет продвинуть быстро эти петиции. Но вместе с тем, большое количество петиций имеет обратную сторону. Ну, разводняет внимание, и в результате не приходим ни к чему. Но в США есть петиции президенту, и это работает на самом деле. То есть, для этого нужен уровень развития общества или уровень ответственности членов общества? На мой взгляд, кроме уровня развития общества, здесь существует вопрос быстроты реагирования на какие-то конфликтные процессы в городе. То есть, допустим, общественный протест, который может быть выражен буквально за день-два-три организованный, он напрямую может повлиять на принятие какого-то решения. Сама же петиция и отсрочка самой процедуры, длительность процедуры, она как бы гасит конфликт. Но вместе с тем, сама проблема может уже случиться за тот период, пока эта петиция собирала подпись. Ну, тут так рассуждать можно сколько угодно, но сам факт возможности такой. То есть, она и так может случиться. Но тут просто мы же говорим об опасности, о нюансах, которые эта система предполагает. Без системы то, о чем вы говорите, и так возможно. Да, я говорю о том, что это не единственный инструмент общественного влияния. Это одна из форм общественного влияния. На мой взгляд, достаточно цивилизованная. И то, что город дает такую возможность, это очень здорово. То есть, есть цивилизованная возможность общаться с городом, не стоять в очередях или еще что-то. И вот, учитывая вот это самое цивилизованное отношение, на мой взгляд, если нет, поправьте меня, самое интересное и самое важное в этой платформе, это создание так называемого общественного бюджета. В двух словах расскажу телевизорителям, в чем суть. В сессии детского городского совета выделено 100 миллионов, которые могут быть потрачены по инициативе граждан. Есть там определенные ограничения, в чем суть. То есть, любой отисит может предложить, ну я не знаю, поставить какой-то памятник, самое простое, в каком-то месте. Сказать, что на этот памятник нужна какая-то сумма денег, которая предполагается. То есть, естественно, не все 100 миллионов не там дробятся. Ну там памятная доска какому-то достойному человеку, а у родственников нет средств поставить. Вы можете это свое предложение вынести на конкурс, это предложение рассмотрит комиссия. И за счет средств вот этого самого общественного бюджета ваша идея может быть реализована. Правильно? Излагаю суть. Ну без как бы механизма, в целом правильно, да. Вот почему пригласили именно Сергея в студию. Сергей является членом той самой комиссии, которая будет эти предложения рассматривать. Ну, во-первых, вопрос несколько личный, поэтому если хотите, можете не отвечать. Опыт наш одесский доказывает, что кто бы не входил в комиссию, всегда кандидатура будет поставлена под сомнение. Всегда в чем-то обвинят и т.д. и т.п. В чем угодно. В данном случае вас, я посмотрел в социальных сетях, обвиняют, скажем так, в правильном отношении городским властям. Скажите, трудно было соглашаться? Да, мне достаточно трудно было соглашаться, тем более я говорил, что не хочу участвовать еще в феврале месяце в этом проекте, так как он недостаточно прозрачный. Но за этот период доработки варианта, так сказать, доработки не в плане текстовой, а именно самой идеологии под подачи проектов и участия чиновников, она поменялась. Отношение изменилось. На тот момент меня останавливал главный вопрос в том, что рядовой чиновник, секретарь Департамента экономики, экономического развития Горсовета, я считал на тот момент, будет оценивать, принимать мой проект, не принимать, достаточно ли он наполнен, что это будет делать рядовой чиновник. То есть, что это будет субъективное мнение одного человека. И таким образом будет отрицательное влияние на перечень тех проектов, которые перейдут в дальние более этапы. В данном случае эта тема снята. Мало того, члены комиссии не будут иметь права отсеивать проекты, которые подпадают под перечисленные критерии. Если попытка такая сделана, то это будет озвучено тут же, в том числе и в СМИ, и в социальных сетях, так как критерии простые, четкие, прописанные. Значит, проект, который наполнен содержанием, подпадает под разделы этого положения, он не может быть неприятным. Какого механизма? Комиссия будет голосовать, грубо говоря. Формальная комиссия будет... 50 проектов надо выбрать 30, да? То есть, какое-то будет рейтинговое голосование. Нет, а почему 30? Она не должна выбирать 50-30. Если их 300, все 300 должны быть опубликованы. Нет, опубликованы все, я говорю, принятых реализацией, безусловно. А комиссия не влияет на реализацию? Не, не влияет. Не влияет на реализацию. Задача комиссии, чтобы не попали те проекты, которые не соответствуют критериям. А критерии могут быть очевидны. Почему? Потому что, вот я общался в социальных сетях с людьми, я вижу, что они просто не читали даже положение. То есть, многие путают тематику общественного бюджета горсовета с грантовыми проектами известных международных фондов. То есть, что нам дадут деньги, да, и мы будем как-то тратить. Когда эта тема снимается, они говорят, а вот я хочу то-то, то-то, могу ли я это сделать. Меня удивляет, что люди не прочли основной раздел вот этих критерий отбора. То есть, бюджетная организация, исполнительные органы власти, они не могут тратить деньги не по целевому назначению. Соответственно, я бы на месте того, кто хочет участвовать в общественном бюджете, подавать свои материалы, в первую очередь изучил основной раздел на сайте города, который касается этой темы. Это городские программы. Соответственно, городская власть, она имеет право использовать бюджетные средства на эти программы. Или в рамках этих программ какие-то могут быть дополнения, изменения, внесенные, может быть, в период реализации годовой вот этого общественного бюджета. Значит, соответственно, есть программа там условно 2020 года, там, зеленых насаждений, развития скверовый парк. И кто-то хочет в этом сквере парка оборудовать площадку спортивную. Другой человек подал, допустим, предложение оборудовать площадку для собак. Входит ли это в инфраструктуру парка, в тематику развития парка? Входит. Почему бы нет? Но если будет полностью не соответствовать вот этим критериям, или, например, касаться объектов, проект, которые не относятся к коммунальной собственности. То есть, условно, есть поликлиники, которые касаются коммунальной собственности, есть, которые не касаются больницы. Коммунальная собственность является собственностью условно областного совета. И мы хотим установить пандусы в нашем проекте. Мы не можем установить пандусы там, где на территории. Понятно. А что будем делать? Есть 100 миллионов. Кстати, можем гордиться, что это самый большой общественный бюджет в Украине. И, кстати, еще одно очень важное новшество от нашего горсовета, что меня действительно порадовало. Во многих очень городах Украины, чтобы вы понимали, этот общественный бюджет установлен в процентах от общего бюджета. И там, наверное, ожидаются сложности, потому что исполнение бюджета не гарантировано. То есть налогов может поступить меньше, соответственно, будет подать общественный бюджет. А может, наоборот, больше поступить, он тогда не будет использован. Тут есть ясная, четкая сумма, в пределах которых можно делать. Это очень удобно, и эта сумма достаточно большая. Приятно, когда наши местные законодатели не побоялись и поставили сумму больше, чем в Киеве. Хотят несравнимые бюджеты, поверьте уж. Что будем делать, если таких предложений пришло на 120 миллионов? Да, у нас есть все-таки 100 миллионов, которые мы готовы потратить в этом году. А предложение пришло на 120. Предложение, может быть, на 500 миллионов идет голосование открытое публичное горожан на сайте с идентификацией паспортных данных, то есть личных данных. То есть по этим проектам граждане голосуют, и те, кто выиграют в этом рейтинговом голосовании, те, собственно, проекты будут реализованы. То есть один проект был на 200 тысяч, другой на 5 миллионов, в итоге попало, условно, 50 проектов в сумму 100 миллионов. А какой-то один не попал, который был следующим. Обидно, но... Ну, кто раньше встал, того и так. Да, так получается. То есть, по сути, когда вы давали добро принимать участие в работе этой комиссии, по сути, речь идет о некотором контроле изнутри самой процедуры принятия этих проектов к публикации. Даже не к реализации, а именно к публикации, я правильно понимаю? Ну, у меня было две цели. Вот контроль, рассмотрение, принятие этих проектов к публикации и дальнейшей процедуре голосования. И другой момент, это участие в реализации этих проектов. То есть, как будет сама процедура идти реализацией. Многие не понимают, что это деньги, которые не достали и передали какой-то организации коммунальной собственности, города и так далее. Нет, коммунальная организация, КП, например, условно, СМЭП, которая может установить какие-то дополнительные знаки, она является распорядителем этих средств. Условно. Или департамент. Насколько я понимаю, то есть, все, что касается этих средств, просто действует законодательство Украины. Если необходим тендер, это будут тендерные процедуры. Если это необходимо дополнительное утверждение и какое-то изменение на сессии Одесского областного совета, оно будет проходить и эту процедуру. То есть, речь идет о том, что просто общественникам и вообще всем жителям города дали возможность реально потратить эти деньги в этих программах. И только проект решения будут выносить не депутат городского совета, или не соответствующий сотрудник мэрии. А может любой гражданин, не выходя из дому, описать проект электронным способом, передать его в вашу комиссию. Вы смотрите, если он подходит к критериям, публикуем, голосуем. Почему я говорю о реализации именно? То есть, вот это коммунальное предприятие или департамент, который должен объявить условно тендер на 5 миллионов на оборудование чего-то, то, что было указано в проекте. Сам департамент является заказчиком, но не участвует в этом тендере. Вот здесь появляется возможность в рамках этих 100 миллионов привлечь малый, средний, частный бизнес горожан. То есть, это еще дополнительные бонусы? Развитие малого и среднего бизнеса в городе Одессе. Почему? Потому что, учитывая тендерную процедуру и участие, например, в этом тендере КП, которое является профилем по оборудованию парков, озеленению и так далее. Его предложение может оказаться, так как это коммунальная собственность, другая система налогообложения, это не частный предприниматель, менее эффективна с точки зрения экономики. То есть, тендер объявлен по заявленной сумме на 5 миллионов, а частное одесское предприятие или частный предприниматель, который подал свои документы для участия в тендере, предложил сумму 4,5 миллиона. Таким образом, появляется еще и дополнительная экономия средств в рамках этого. Ну, скорее даже важна не экономия, а вовлечение. Уважаемые телезрители, 25 минут прилетело, что сильно быстро, было еще пару вопросов к Сергею. Я хочу напомнить, что эта платформа начинает работать с понедельника, с 24 числа. Можете заходить на сайт города, с ней ознакомливаться, работать, как мы говорим, юзать и готовиться и писать свои проекты. А с вас тогда я возьму слово после первого заседания комиссии появиться в эфире Медиаинфо. Спасибо. И мы попробуем его рассмотреть. Спасибо вам, что вы нашли время прийти в студию, уважаемые телезрители. И обращаюсь с вами. Ну что ж, хорошего уикенда, несмотря на погоду. До скорого.